Дорогие земляки, сегодняшний наш концерт проходит в рамках районной благотворительной акции по сбору средств на приобретение квадрокоптеров и комплектующих к ним для наших земляков, участников специальной военной операции. Все собранные пожертвования от этого концерта и лотереи будут переведены на благотворительный счет местной Бакучанской районной общественной организации «Вымпел». Пусть собранные средства спасут жизни наших ребят и помогут приблизить долгожданный час победы. А мы приглашаем на эту сцену руководителя отряда «Берку», лидера волонтерского движения села Чунояр Веру Витальевну Лакусову. Здравствуйте, дорогие ядеросвященные гости нашего села. От имени команды волонтеров нашего села поздравляю вас с Днем народного единства. Единство всех народов нашей великой большой страны. Этот праздник – символ патриотизма и героизма нашего народа. Пусть наша страна остается сильной, свободной и единой. Во все тяжелые для России времена народ объединялся. Только вместе можно побеждать врага, возводить города, совершать великие дела. Сила и мощь России в единстве. Вот и сейчас, когда идет специальная военная операция, во всех городах и селах России объединились люди для помощи защитникам. Во всех селах Багучанского района работают команды волонтеров. Шьют одежду и изделия, летут маскировочные сети, льют окопные свечи, готовят сухие супы, собирают всем миром средства для обеспечения ребят необходимым оборудованием. Вот и наша команда волонтеров работает уже второй год. Мы шьем носилки ФОМА-215, носилки волокуши, медсумки первого эшелона, сидушки-пятиточечники, сумки для сброса, эвакуационные стропы, подсумки, плетем маскировочные сети. Сегодня для образца и для того, чтобы мы попробовали, как это делается, на самом деле не очень сложно и трудно, мы поставили наш макет и приглашали, и приглашаем. Подойдите, попробуйте. Десять ленточек, десять рук, сто ленточек, одна сеть. Одна сеть – это несколько спасенных жизней. Оборудованием для работы и материалами мы обеспечены волонтерами Багучанского района, своих не бросаем. На средства, собранные всеми жителями Багучанского района. Потом они закупают эти средства, а мы уже изготавливаем наши изделия. Также хочется сказать, вы знаете, по просьбе нашего волонтера, он обратился к рабочим Красноярского завода, и ими были собраны свои личные средства, и изготовлены 300 саперных кошек. И эти кошки доставлены нам, для того, чтобы мы отправили нашим бойцам слово. Лето молодежь нашего села участвовала четырьмя проектами в краевом конкурсе проектов в территории Красноярский край. И была поддержана на сумму 109 тысяч рублей. Теперь мы сможем найти средства и изготовить. 4 тысячи сухого армейского душа, 1 тысячу индивидуальных перевязочных пакетов. По рекомендации нашего бойца, нашего Жени, медика, он нам посоветовал, сказал, что такое очень важно нужно. Мы разработали, и сейчас мы уже приступили к его изготовлению. Также мы изготовим 10 маскировочных костюмов-леший для разведчиков и снайперов. Два из них у нас уже готовы. Вот такие наши замечательные лешие. И в ближайшую отправку, на этой неделе готовится адресная отправка всем бойцам Багучанского района, именно именные адресные отправки. И уже двум разведчикам эти костюмы уже поедут. Они очень-очень нас уже ждут. Леша и спасибо. Четвертый наш проект особый. Этим проектом здесь и сейчас мы обращаемся к каждому неравнодушному жителю села. Нашим ребятам очень нужна помощь. Приходите к нам в центр, очень нужны руки. Вместе сможем быстрее и больше изготовить необходимые для бойцов изделия. А значит спасем, убережем сына, отца, брата. Не надо стесняться, бояться, что не получится, что будет сложно. Что не умеете шить, плести, кроить. Работы много. Дело найдется для каждого. Приходите. Покажем, поможем, научим. Обращаюсь к руководителям организаций села, школы, больницы, детского сада, соцработникам, администрации, депутатам. Вы знаете, у нас в поселке 2000 взрослого населения. 300 школьников в школе. Точную цифру точно не знаю. И вот относиться к тому, что моя хата с краю, беда, беда где-то там, далеко за забором. Ну, не надо к этому так относиться. Вот поверьте, за целый год мы наслушались всяких разных слов. Слов поддержки, а слово «зачем это кому-то надо?» И вообще-то ничего не нужно. Поверьте, надо. Тогда бы мать встречала своего сына, мы бы всем селом встречали бы нашего героя, земляка. Вот для этого мы там, поэтому мы и приглашаем. Будет больше рук, будет больше возможности спасти наших пацанов. Не надо приходить каждый день. Найдите несколько часов, придите в любое удобное для вас время. И вы тоже станете причастны к помощи нашим защитникам. Вы станете примером для своих детей. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто рядом. Тем, кто помогает и понимает, находит время и силы для нашей работы. Ваша поддержка и помощь, дорогие, бесценна. Бесценный вклад в победу. Мир держится на таких неравнодушных и отзывчивых людях. Ваше участие придает сил солдату на передовой. Благодарю за активную гражданскую позицию и личный вклад. Здоровья вам, дорогие. Сегодня, как никогда, важно быть едиными. Еще раз всех с праздником. Мира, здоровья, единства. Спасибо, Вера Витальевна, вам, всем волонтерам и благотворителям нашего села. Дорогие земляки, ваша помощь доходит до адресатов. И наши ребята всегда благодарят своих односельчан за отзывчивость и заботу. А сегодняшний наш праздник посвящен нашей стране, нашей России. Ну а что значит страна? Это прежде всего люди, ее граждане. Мы приглашаем на эту сцену юных граждан России. Встречайте, бурными аплодисментами!